Однажды прочитал в Библии слово, написано, ты открываешь ухо мое, подобно учащемуся. Я думаю, но мгновенного открывания уха не происходит ни у кого, так, чтобы человек мигом стал понимать, в чем дело. Я вспомнил, как я учился в школе, и до меня туго доходили вопросы математики и все, что с этим связано. И вот мне учительница несколько раз объясняла, понятно, Вадик, я улыбаюсь и говорю, нет, она еще раз, второй, третий, потом смотрю, у нее уже терпение мало, но мне почему-то становится понятно, с шестой где-то подхода или с седьмого, мне становится ясно, о чем она говорит, вот в этих всех тангенсах там и так далее, а, говорю, понятно, все, она тогда успокаивалась. И мы знаете, друзья, Бог пришел на это место, чтобы каждому из нас вложить в сердце свою истину, изменить нас. И Он в великом долготерпении склонен к каждой душе. Он знает, что мы не мигом все соображаем, но Его сердце полно долготерпения, чтобы изменять нас, преображать в образ Его Сына. Слава нашему Господу! Я приветствую, дорогую церковь, приветствую все собрание, любовь Иисуса Христа и очень рад этой возможности вместе с вами сказать слава Богу. Слава Господу, что мы с вами на этом месте, не лежим где-то в реанимациях, ни где-то не растерзаны какими-то болезнями или еще происшествиями, а мы сохранены великой милостью Божьей, как Его дети, и находимся в Божьем доме. Слава Богу! Слава Господу! Чтобы поклоняться Господу, слушать Его. И как сегодня есть в наших сердцах эта жажда, утолять эту жажду и голод по Богу. В 16-м псалме Давид, молясь, пел Богу, и есть один из куплетов такой в этом псалме. Звучат слова так. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Давид говорит и обращая эти слова к Господу. Это молитвенный псалм, он поет его Богу, и перед этим, я не буду прочитывать, там сказано, что на меня восстали люди злые. Они так изощряются в своих попытках уронить меня, и только ждут, когда я упаду, сравняюсь с землей. И слова такие подбирают ядовитые. И так все делают по отношению ко мне, все с подковырками, с ехидством, по-нашему, если сказать. А он мог бы отреагировать на это, как царь. Взять, вызвать войска и разнести их просто в пух и прах всех этих интригантов и так далее. Но он говорит, выбирают другой. Он говорит, а я буду в правде взирать на лице Бога, и даже пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Люди понимают, насыщаться, это значит, вот стол большой, есть много на нем яств, все искусно и вкусно приготовлено и разнообразно, и вот насыщаться. Насытиться, это слово обозначает чем-то наполниться до предела. Еще бывают растворы насыщенные, они чем-то наполнены в такой концентрации, что дальше уже некуда. Вот насыщенные. А Давид говорит, а я буду насыщаться образом Твоим. Как понять образом Твоим? В словаре перевода с греческого языка, там, где апостол Павел пишет в послании к евреям, в первой главе следующие слова, говоря к нам, к размышлению об образе. Он говорит, что Бог многообразно и многоразлично, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходней ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. И так же, когда вводит первородного во вселенную и говорит, да поклонятся ему все ангелы Божьи, ибо об ангелах написано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне, престол Твой Божий век века, жезл царства Твоего и жезл правоты. И, слава Господу, Слово Божье нам говорит о взирании на какой образ идет речь, что внутренний человек, возрожденный от Бога, так как он принял Иисуса Христа в свое сердце, принял эту жизнь от Бога, и некогда мертвый в грехах дух человека оживился, озаренный славой Божьей через познание Иисуса Христа. Теперь этот внутренний человек нуждается в насыщении, но он морковку с мясом не ест, и он не питается так, как этот мир, из которого Бог нас искупил, в котором часто мы слышим, ну что ж, не хлебом единым может жить человек. А чем? Пойдем в театр, пойдем в кино, пойдем на развлечения, на какие-то матчи, и это все они называют какой-то пищей. Но это подпитать свои греховные, порочные эмоции и разжечь свои страсти. А Слово Божье говорит, что не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Слава Господу! И человек Божий понимал это. Он говорит, что мне благо приближаться к Господу. В одном из псалмопевиц Сосав так сказал. А Давид говорит, а я буду насыщаться, взирая на образ Бога. Но мы с вами живем в Новом Завете, и мы понимаем, что Слово Божье говорит нам, что Иисус Христос, о ком идет речь в послании к евреям, он и есть образ ипостаси Божества. Дословно перевести это слово с греческого получается отпечаток сущности Бога. А слово характер и нашим умам понятно. Отпечаток, то есть образ, характер Божества, ипостаси Божества. Иисус явил Себя, это Бог явил Себя в Сыне и открыл нам Себя в Сыне Божьем Иисусе Христе. Слава Господу! И взирая на Его славу, которая сегодня будет звучать и через пение псалмов, и через проповедь Слова Божьего, будет открываться и открываться. Но занять себя тем, чтобы насыщаться, взирая на Слово Божье, взирая на образ Иисуса Христа. Для этого я должен себя должным образом припоясать. Я бы сказал, заставить. Потому что это происходит работа внутри нашего духа, внутри наших размышлений, внутри нашего помышления. И если я на этом месте не буду помышлять о Господе, я не буду насыщать свой дух образом Божьим. Я буду насыщать себя, может быть, какой-то суетой и делами мира сего, но Слово Божье говорит, это не будет насыщение духа. Это будет расхищение. Иисус сказал, кто не собирает со мной, тот расточает. А мы читаем с вами в 35-м псалме, где есть такие слова. Очень чудесный, записан для нас. Откуда это насыщение? 35-й псалом, с 8 по 10 стих. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Слава Богу! Человек, питаясь Словом Божьим, доверяя свое сердце Духу Святому, чтобы Дух Святой не только утешил, не только наполнил, но, как Слово Божье говорит в Первом Послании к Коринфянам, «и преобразовал в образ Иисуса Христа». Для этого я должен внутри соглашаться со всяким Словом Божьим, смиряться перед Ним и быть открытым для действия Духа Святого. Если я так приду и свою жажду сердца открою перед Богом, что же будет, когда человек понимает, что где-то есть у меня недостаток, и я не могу от него отбрыкнуться, он так и так проявляется бесконтрольно моего сознания, как бы я ни старался бодрствовать, как бы я ни старался, только я отвлекусь, он тут же проявится. В чем дело? И мы видим при таком явлении жажду в своем сердце быть измененными. И голод по правде Божьей, которая бы смогла изменить меня во внутреннем человеке. И приносим это состояние Богу с покаянием и говорим, «Господи, я изголодался уже, насыть меня до предела, наполни меня Твоим присутствием так, чтобы у меня достало сил освободиться от этого недостатка и стать еще ближе к Тебе, еще более похожим на Тебя, еще более точно отобразился во мне характер Твой. Мы приносим эту жажду и голод Богу, что же обещает нам Слово Божье в Нагорной проповеди из уст Иисуса Христа? Я читаю из Евангелия от Матфея, из 5 главы, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Слава Господу! Они насытятся, возлюбленные. И еще, чтобы насытиться, получается, Слово Божье говорит, у Него источник жизни. Он дает, Он насыщает, но попробуйте кто-нибудь из вас накормить ребенка, когда он вот так будет. Мама и так будет ему ложку, и так соской, и так, а он будет настойчиво сжимать губы. Сможем мы насытить его? Сможем накормить? Нет. Если человек не будет соглашаться со Словом Божьим, будет лениться своим сознанием, потрудиться с Богом, он ничего не получит. Слово Божье говорит в притчах, ленивец не жарит дичи своей. Он ее добыл, услышал с ухом Слово Божье, а вот чтобы разжевать и растворить верой в своем сердце, на это он не хочет тратить усилия. Не хочет поработать своим сердцем. Слово Божье говорит ленивец. К чему это приводит? Соломон говорит, проходил я мимо сада, мимо поля человека ленивого и мимо вот этого человека, его имения человека скудаумного. Ограда каменная разрушена, все поросло крапивой. Он говорит, я посмотрел и сделал вывод, извлек урок. Немножко полежишь, немножко тут там сбоку поворочишься и придет, как человек вооруженный, бедность твоя. Чтобы дети Божьи, мы с вами, наши сердца были как напоенный водою сад, а не как заросший крапивой участок ленивого. Да не будем лениться, работать со Словом Божьим и размышлять, насыщать себя образом Божьим. Как Слово Божье говорит, у Бога великое множество, чем нас насытить. Но да будут наши сердца к этому приготовлены. А Дух Святой да поможет нам в этом, насыщаться на этом месте образом Божьим, созерцать Его славу и преображаться в образ Иисуса Христа. Вставши будем молиться. Аминь. Аминь.